От мастер-классов до онлайн-школы омские бизнесвумен осваивают новый курс по созданию собственных программ обучения в интернете. В ресурсном центре на деньги президентского гранта запустили специальный проект обучения молодых мам. Цифровая грамотность, создание дистанционных программ, разработка бизнес-планов. Как советы специалистов помогают бизнес-мамам на деле и как амички ищут свой путь к работе, подробности в нашем сюжете. Молодые мамы, начинающие предприниматели и уже профессионалы своего дела. За партами в учебном классе ресурсного центра. Слушают лекцию, словно в школе получают домашнее задание. Разработать концепцию будущего онлайн-курса для продвижения своего дела во время пандемии. Среди учениц мама двоих детей, швея и руководитель собственной студии одежды Марина Серова. Открыть студию, написать бизнес-план помогли специалисты ресурсного центра на прошлых курсах. И вот теперь, когда дело процветает, решила обучать пошиву одежды не только амичек в офлайне, но и других девушек дистанционно. Желающих записаться на курсы очень много, однако возможности приехать в Омск у них нет. А запустить онлайн-школу самостоятельно непросто, говорит Марина. Как у новичка, в любом деле возникают тысячи вопросов и сложностей. Основные проблемы – как сделать интернет-курсы интересными и что для этого нужно. Очень много девушек, которые хотят обучаться шитью, у них нет физической возможности. Нет с кем оставить детей, они в другом городе, еще что-то. То есть мне пишут с Петербурга, они прям ждут, они говорят, когда ты будешь записывать, уже на Ютуб выйдешь. Я говорю, у меня нет технической возможности. Я хорошо умею делать свое дело, но технические возможности, это нужно разбираться. Поэтому придя сюда, я понимаю, что мне здесь всегда помогут. Можно обратиться с любым вопросом, подскажут. Но и мысли про онлайн, выйти на онлайн-формат – это уже другие объемы, это уже другой масштаб. Разобраться в технической части помогут специалисты. На пятидневных курсах для бизнес-вумен подготовили специальную бесплатную программу. Проект «Новый путь к работе» Омского союза деловых женщин получил президентский грант – почти 3 миллиона рублей. Занятия рассчитаны на амичек с детьми, которые хотят улучшить финансовое положение или открыть свое дело, но не знают, с чего начать. В программе несколько блоков – создание бизнес-плана, продвижение бизнеса в интернете, помощь в создании проектов, сопровождение по социальному контракту. Менеджер проекта Валентина Стоян рассказывает, у амичек особо популярны занятия по цифровой грамотности. Большинство в условиях пандемии открывают дистанционные школы, например, по вязанию, шитью или дизайну одежды. Большинство женщин хотят открыть свое дело, либо как-то подрабатывают именно руками. То есть они шьют, вяжутся, создают какие-то сувениры, впоследствии очень много открывают самозанятости. Это для них дополнительный источник дохода, опять же, в декрете, либо пока дети маленькие. И вот этим всем навыком, знанием мы как раз обучаем на нашем проекте. С оффлайном сейчас то работаем, то не работаем, то ходят люди, то, к сожалению, всякое случается. Поэтому это очень актуально, это востребовано. По словам кураторов, новый путь к работе найдут почти полторы тысячи молодых мам. Принять участие в проекте могут не только жительницы города, но и области, например, из Илькульского, Таврического и Омского районов. Достаточно подать заявку через социальные сети Омской школы «Бизнес-мам» и дождаться очередного набора в группы. Бизнес-мам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...